Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. Говорят, обладание чувством юмора помогает легче пережить нехватку всего остального. И, как говорил мой дедушка, как бы тебе не поставила жизнь, стой красиво. Поэтому подписывайтесь на наши анекдоты, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А мы начинаем. Скажите, а вы любите свою жену? Что за вопрос? Конечно! Чем она хуже других? Карабас-Барабас стоит возле смертного ложи папа Карла. И говорит, папа Карла, ну скажи, пожалуйста, ну пожалуйста, ты же все равно умираешь. Не уноси с собой этот секрет. Скажи правду, как ты, как ты добился того, чтобы руководить куклами без шнурочков? Папа Карла улыбнулся и сказал, вай-фай. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается, так же, как и наши анекдоты. Поехали! Гусары играют в карты, день играют, второй играют, пьют, играют, третий играют. И вдруг один из гусар говорит, господа, что-то долго мы играем в карты, а не пойти ли нам в театр? Там сегодня три сестры дают, поручик Ржевский говорит, О, и нас трое. Фу, Галя, чего тебе перегаром воняет? Я перегорела. Яша, а зачем вам зонтик? Ну как, а вдруг дождь пойдет? Первый раз вижу человека, который боится дождя в помещении. А я не боюсь дождя, у меня зонтик. Дорогой, давай сменим позу. А-а-а, говорящее бревно. А как все хорошо начиналось, подумал бомж, раскладывая немудреную закуску на своем красном дипломе. Двоечник выходит из кабинета, все к нему, ну что, сдал? Конечно, сдал. И сколько? Пять. Как пять? Ты же ни черта не знаешь. А я зашел и сразу училке говорю, ну что, посмотрим, чему вы меня научили. Наташка, ну скажи, я не знаю, что мне делать. Я ему уже и мурлыкала, я ему уже и спинку царапала, и сама спинку выгибала, а он все равно меня киской не называет. Слушай, Светка, а ты ему в тапки носы. Галя, мы уже с тобой встречаемся три дня. Может, перейдем к чему-нибудь серьезному? У меня как раз дома никого нет. Коля, чтобы ты знал. Я родилась в Киеве. Меня за три дня не возьмешь. Гаишник останавливает машину, подходит, представляется и говорит, пожалуйста, предъявите ваши документы. Водитель смотрит на Гаишник, говорит, у меня нет документов. Гаишник говорит, здорово. Оружие есть? Да, вот автомат Калашника, вот пистолет, там еще, говорит, у нас и пулеметы есть, еще немножко, там немного, штук 10. Гаишник говорит, секундочку, а наркотики? Говорит, да, 10 килограмм героина везем. Гаишник вообще обалдел. Так, а ну открываем багажничек, посмотрим, что там у вас. Начальник, там лежит один гаишник, а места хватит еще для двоих. Смотреть будем? Да не, не надо, я вам и так верю. Счастливого пути. Вы знаете, я заметил, если мужчина открывает дверь машины для своей женщины, то одна из них новая. Мужики, вы себе не представляете, как это тяжело все-таки быть женщиной. Вот представьте себе, перед вами 50 оттенков красного лака. И все не те, которые вам надо. Скажите, а у вас есть конфеты коровьи перья? Вы чего? Что это за хрень? Хрень? А птичье молоко, значит, по-вашему нормально, да? Представляешь, Валерка, недавно вот это в поезде ехал. Захожу в купе, а там девушка сидит молодая, такая красивая, обалденная. Просто фигурка точеная, личико такое нежное. Ну, мы так разговаривали с ней. Я говорю, как вы поживаете? Она говорит, да вы знаете, как-то с мужем у нас не очень-то получается. Как-то не так, все не то. Все время конфликтуем. До секса дело толком не доходит. Я говорю, вы знаете, у меня с женой такая же ситуация, то же самое. Женой у них тоже никак не можем найти общий язык. И так, знаешь, пожалели друг друга. Трахнулись. А потом опять вспомнили. Она вспомнила за мужа, я, за свою жену. Говорит, да ты что, Вовчик, да? А что дальше-то было? А что дальше было? Вот так ехали, трахались и плакали. Трахались и плакали. Девушка в гостях у парня заглядывает в холодильник и говорит, Коля, я хочу кушать, а у тебя ничего нет. Галя, потерпи до утра. А что, утром что-то изменится? Конечно, ты уйдешь домой. Друзья, я заметил, что вот в выражении, ну, в логической цепочке этого выражения Мужик сказал, мужик сделал. Отсутствует такое понятие, как мужик подумал. А еще и жена напомнила. Экзамен на филфаке. Профессор говорит, ну, студент, расскажите, как творчество Льва Толстого повлияло на творчество Михаила Булгакова? А? Ну, профессор, ну, я так думаю, Анна Каренина, она вот под поезд-то не попала. Она осталась жива, да. Пережила все войны, революции и доживала свой век в коммуналке возле патриарших. И вот однажды она купила подсолнечное масло. Погодите, погодите, студент, дайте я валидол под язык положу. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну, а пока-пока.